Здравствуйте, это Открытая Кухня. А вы знали, что классического рецепта ризотто не существует? Неизменные ингредиенты этого блюда – рис и бульон. Все остальное на выбор повара. Сегодня готовим ризотто с грибами и параллельно говорим про гармоничное питание. Как его подобрать для себя, как есть и не толстеть, узнаем у нутрициолога, руководителя проекта «Семейная баня» Александра Фролова. Модельный бизнес, концерты звезд и ассоциация спортивных мам. Кажется, эти три направления никак не связаны, но не для нее. Дарья Чудова считает, что заниматься нужно только тем, что приносит удовольствие. Кто из артистов удивил ее больше всего? Как организовала конкурс красоты, где нет конкуренции? И для чего работает акушерка? Дарья расскажет за чашкой чая. Саш, привет! Привет! Каждый раз рада тебя видеть, потому что помимо того, что ты готовишь хорошо, ты еще и нам про продукты можешь интересно рассказать. Как же их употреблять так, чтобы и не толстеть, и для здоровья было полезно. Что сегодня мы готовим? Так, ну у нас сегодня такая будет передача, как «Голопом по Европам». Мы сегодня приготовим итальянское ризотто с грибами и приготовим испанский суп сальмареха. Это холодный суп, родом из Андалуси, такой регион в Испании. Причем такой немножко у нас будет экскурс по Европе. Да, как нам хотелось бы туда попасть, да? Александр нас вывозит благодаря... Хотя бы попробуем, что мы можем там попробовать. Начинаем мы. Так, с чего начинаем? Ризотто. Ризотто, наверное, потому что нам нужно вредить рис, да, и это будет делаться какое-то продолжительное время, минут 20, да? С чего начинается всегда ризотто? Разогреваем кастрюлю и начинаем врезать лук. Чернее я в этот момент обычно. Да, я тебя избавлю, как всегда. Спасибо. Что важно в нарезке лука для ризотто, это чтобы луковица была нарезана примерно такого же размера, как зернышко. Здесь вся нарезка заключается в том, чтобы повторить рис. Да, практически нам нужно сделать так, чтобы это было, видишь, такие маленькие. Слушай, почему ты не плачешь? Почему-то я не понимаю. Каждый раз спрашиваю у всех секрет нарезки лука. Что происходит? Почему я плачу, а ты нет? По-моему, мы с тобой тогда разговаривали, что нужно просто максимально быстро-то. И должен быть острый нож. Когда ножик тупой, он начинает давить и вытекает сок. Ну, это не про меня. Все равно тупой, острый, все равно плачу. И вообще-то жестокая женщина с косметикой, да? А мужчины хоп-хоп-хоп, и все хорошо. Так, теперь чеснок. Да, мы нарежем туда чесночок маленький. И у чеснока мы удаляем вот эту маленькую серединку. Я все равно буду спрашивать тебя, зачем? А это мы удаляем для того, чтобы убрать вот этот весь неприятный чесночный запах. Вот именно вот в этом росточке содержится все самое, то, что мы любим в чесноке, которое облегчает коммуникации. Вот, и нарезаем точно дальше. Меленько, меленько, да? Так, рис мы еще пока не забрасываем варить. Да, мы сейчас занимаемся обжаркой, ароматизацией масла мы занимаемся. Для этого нам нужно оливковое масло. Приличненько, да? Ну, нет, мы не сильно угощаем так. Нагреваем кастрюлю и... И в ней же все будем готовить. И сливочное. Мы смешиваем сливочное и оливковое масло. Ризотто мы любим за что? За его сливочное, за такую текстуру. И чтобы ее придать, мы добавляем масло. А чтобы масло не горело, мы еще его добавляем оливковое масло. Саша, ну, буду пытать тебя сразу же по поводу того, что мы сегодня готовим. Ты вообще сам по себе за ПП, за правильное питание? Или как ты к этому, к этой аббревиатуре относишься? Ну, вот какая история. Что такое ПП, что такое ЗОЖ и что такое рациональное питание? То есть я считаю, что все должно быть без фанатизма. Все должно быть в меру и без перегибов. Потому что у всех свои, во-первых, разные организмы. И они по-разному относятся к разным продуктам. А во-вторых, у всех разные кошельки. И разный, как говорится, багаж нашего детства и груза, куда мы несем. Так, я сразу скажу, почему я спрашиваю об этом. Потому что помимо того, что Александр обладает поварским талантом, кроме того, у тебя есть медицинское образование, ты еще и нутрициолог. Не перепутала ничего. Я тогда обучился на эту специальность. И, в общем, для себя я сделал много важных и интересных открытий. О чем, собственно, идет речь? То есть когда я слышу ПП, ЗОЖ и слушаю людей, то иногда начинают волосы на спине шевелиться. Дай задание у меня пока у тебя шевелятся. Да, ты можешь начинать резать шампиньончики небольшим кубиком. То есть когда начинаются вот эти все фанатические истории с зеленой гречкой, суперфудами, суперпродуктами, суперпупер теми вещами, о которых люди не понимают, для чего это. Либо там, знаешь, безглютеновая диета, безлактозное молоко. Но на самом деле для всего этого должны быть какие-то свои основания. То есть показания, да? Показания и противопоказания. То есть если у вас нет поставленного диагноза от врача, что вам противопоказана лактоза, ну нельзя, не нужно исключать из своего рациона. Вот такой кубик подойдет тебе? Да, отлично. Сколько грибов? Если у вас нет, есть переносимость глютена, вы нормально переносите, не нужно гоняться за всякими безглютеновыми вещами. То есть эти пшено там или какая-то там все это, это все называется от лукавого. Самый главный подход в правильном рациональном питании – это сбалансированность так называемых нутриентов, пищевых, содержание пищевых продуктов, да? То есть белки, жиры, углеводы и микроэлементы. А вот ты, кстати, считаешь, вот БЖУ в том, что ты ешь и готовишь? Я честно не считаю. Я руководствуюсь так называемой интуицией, да? То есть я понимаю, что 100 грамм сала содержит больше калорий, нежели 100 грамм салата. И для того, чтобы мне наесться, я лучше съем 500 грамм салата, чем 100 грамм сала. То есть эффект примерно будет одинаковый, но польза для организма будет разная. Конечно, ем. Все, видите, как... В чем и интересность этой науки, да, что можно подобрать так рацион питания, что можно есть практически все. То есть ни в чем себе не отказывать, ну, естественно, без всяких перегибов. Это не булки на ночь, и торты килограммами. Но если ты все это грамотно все сообразил, ну, подобрал, то тогда твой образ жизни никак не изменится. Но при этом ты будешь терять вес. То есть я правильно понимаю, что все равно без дефицита калорий каждый день вес не теряешь? Абсолютно верно. Что такое, ну, дефицит калорий? Это то, что нам дает худеть возможность. То есть все диеты, которые предлагают на сегодняшний день импрациологи, это палео, кето-диеты, они основаны именно на этом, в принципе, на дефиците калорий. Так, смотри. Давай. Молодец нарезал, мы чуть-чуть подрумяли, не нужно нам его, чтобы он был у нас коричневый, да, мы засыпаем сюда уже рис. Мы его не промываем. Это рис специально для ризотто, сорт арборио. Его не нужно проремывать, его не нужно... Я вот хотела, кстати, спросить тебя, почему мы не промывали? То есть это специально для ризотто в магазине можно найти, да? Да. И сейчас мы его немножечко обжариваем, он должен в себя впитать маслом. И все то, что мы запустили в это масло... Грибов хватит, да? Да, грибов хватит, хватит. То есть мы сейчас ждем, он станет немножечко такой прозрачным, немножечко буквально его обжариваем, тоже без изменения света. И после этого что мы делаем, когда он станет прозрачным? И тут начинается вся история... Жизуха. Да, ризотто. О, кстати, чуть не забыли про вот эту штуку, волшебная травка, называется шалфей свежий. Мы его кинем, он даст сумасшедший аромат нашему рису. То есть чуть-чуть буквально его разрезали, да, и... Классический вкус Италии вот дает. Слушай, ты так об этом рассказываешь, сразу хочется туда поехать, а обязательно все это будет, но... Но потом. Попозже, да. Пока поедим то, что едят итальянцы каждый день. Так. Так, грибочки мы подготовили. Да. Можно, кстати, добавить еще немножечко романских травм. Угу. Опять же, для аромата местного. Так. Все, грибы ждут своего часа. Ждут грибы своего часа. Ну вот смотри, получается, что можно в день съесть один, не знаю, шоколадку одну, да, или там разложить все эти белки, жиры, углеводы на несколько блюд. Других совершенно, там, не сладкое, например. Собственно, для чего нужны нутрициологи? Это те люди, которые могут рассчитать нужный тебе ковараж, нужный объем тебе белков, жиров и углеводов, и распределить их на весь твой день, чтобы ты не ходила голодной, чтобы ты не сорвалась на сладкое, чтобы у тебя не было желания каждые 7 минут заглянуть в холодильник, вдруг там что-то появилось. То есть они выдают нутрициологи тебе список блюд, список продуктов, которые тебе можно, и оптимально при твоем образе жизни. То есть у нас же все занимаются разными вещами, кто-то работает в офисе, кто-то у нас спортсмен, да, соответственно, для кого-то дефицит коварий будет это 1200, да, а для кого-то это 1300. Для меня 1300, да. Угадал, смотрите. Я же вижу, опытный взгляд. Да, да. Я хотела бы сказать, что 1500, но нет, 1300. Так, я предлагаю нам сейчас до, фактически, жарить, да, рис? Сколько еще? Нет, его уже все жарить не надо, и сейчас начинается самое интересное священодействие. Вот, вот, давай. В ризотто это мы добавляем бульон. Про него нужно отдельно сказать. Бульон у нас грибной, то есть... То есть мы до этого его приготовили, да? Да, мы приготовили. Ну, если быть, конечно, аутентичным, то идеально было бы первым налить 200 миллилитров, это белого сухого вина. Ага. Ну, так как у нас его сегодня нету. Да. И мы за ПП. Вот, поэтому... И мы не в Европе, в отпуске. Ага, грибным бульоном. Вот. Что это нам дает? Почему мы наливаем, выпариваем? То есть сейчас начнет выходить крахмал из зерен риса, когда это подливается. И ризотто то блюдо, которое нужно постоянно помешивать. То есть это не тот вариант, что мы просто поставили все на плиту и пошли заниматься своими делами. И вот так будем периодически доливать бульон, правильно, да? И помешивать. Предлагаю прерваться на короткую рекламу. После этого, я думаю, что уже можно будет погружать туда грибы. Абсолютно верно. А вы знали, что классического рецепта ризотто не существует? Неизменные ингредиенты этого блюда – рис и бульон. Все остальное на выбор повара. Сегодня готовим ризотто с грибами и параллельно говорим про гармоничное питание. Как его подобрать для себя, как есть и не толстеть, узнаем у нутрициолога, руководителя проекта «Семейная баня» Александра Фролова. Модельный бизнес, концерты звезд и ассоциация спортивных мам. Кажется, эти три направления никак не связаны, но не для нее. Дарья Чудова считает, что заниматься нужно только тем, что приносит удовольствие. Кто из артистов удивил ее больше всего? Как организовала конкурс красоты, где нет конкуренции? И для чего работает акушерка? Дарья расскажет за чашкой чая. Финальный этап у нас уже приготовления ризотто. Давай расскажем, Саша, что мы сделали во время рекламы, пока вы смотрели рекламу. А мы забрасывали туда грибы и добавляли бульон. Да, мы забросили грибочки, и они вместе с бульоном выпаривались. Причем у нас было два вида грибов. Первое ты принес с собой, в каком виде было все сделано? Это были замороженные лесные грибы, и я принес шампиньоны. Ну, лесные грибы дают прям нам аромат грибов, а шампиньончики нам дадут именно сам вкус. Так, ну что, у нас последние штрихи. Давай я немножко еще дотру сыр, он будет нужен. Мы забрасываем еще немножечко сливочного масла. Ну, сразу скажу, ризотто – это не то блюдо, которое едят пепе, потому что оно довольно-таки жирное. Но если скучаешь по Италии, то обязательно нужно приготовить его. Вот, мне нравится, знаешь, такая философия, когда очень хочется, то можно, да? Но, опять же, вот те самые читмилы, да, вот, которые устраивают себе спортсмены, и те люди, которые сидят активно на диете, насколько хорошо так к ним относишься? Давай, внутрисолог, я сейчас должен сказать. Ты знаешь, ну… Почему они нужны? Они нужны для того, чтобы не было психологических срывов, да? То есть для чего мы их устраиваем? Это по большей части мы делаем, скажем так, отдушину для себя, да, что мы себя вознаграждаем. То есть я не голодаю, да, если, например, человек пытается там сбрасывать вес, то периодически… Мне кажется, что лучший вариант – это выходные, потому что худеть в выходные вообще невозможно, когда вокруг праздник еды, и все готовят, и все едят. То вот лучше, наверное, все-таки в выходные. Итак, мы сейчас добавили сыр, все это загустили с его помощью, и… И можем добавить сюда пару резочек, базильника. Это уже мы украшаем, да? Да, сюда. Красота. Все, ризотто готово. Да, ризотто готово. Супер, очень вкусно пахнет этот вот запах и грибов, и сыра просто космический. Очень грустно, что пока еще не научились передавать через экран. Так, теперь мы занимаемся супом. Суп занимает совершенно немного времени. Займись помидорами, я нарежу хлеб. То есть сейчас я нарезаю крупные помидоры, потом через блендер его, да? Да. Это все пропускаю. Так. Расскажу небольшую историю про этот суп. Это испанский суп, он, скажем так, родственник известного супа гаспачо. Он похож на него, да? Да, но в отличие от гаспачо, в нем гораздо меньше ингредиентов. В классический супе мы там всего 4 ингредиента. Какие? Это чеснок, помидоры, хлеб и масло. Хлеб в супе? Да. А чего с другой стороны, да? Мы же все равно потом с хлебом суп едим. Кстати говоря, о хлебе, давай поговорим о нем. Когда его можно есть? Хлеб, ну, я бы рекомендовал есть это на завтрак. То есть основная часть углеводов мы должны получить именно... Убираю я серединку. Нет, почему? Вот так, да? Все вместе, все закидываем. То есть мы должны получить все углеводы, но углеводы, опять же, мы должны получать именно медленные углеводы. И хлеб преимущественно нужен либо серый. Если белый хлеб, то это должен быть вчерашний хлеб. То есть не сегодняшний, не свежий. Ой, я так люблю. Слушай, ну ты же тоже помнишь в детстве, когда нас посылали за хлебом, и ты приносил без корочки хлеб. Было с тобой такое? Конечно, было. Ну ты же помнишь, что после всех этих... Я змеи-искуситель такой, ну подожди, ну было же. У нас есть такая история, что потом детишки приносят десяток лишних килограммов, и они ходят с большими щечками, поэтому... Ты, Мила, сейчас об этом сказал, я недавно была в Сочи на пляже. Нужно следить за тем, что едят наши дети. Поняла я много раз. Немножечко тебе помогу. А еще нужно помидоров? Да-да-да, все-все. Все абсолютно? Да, все. Ну все, ты видишь сразу. Уменьшаю работу блендера сейчас. Так. То есть мы договорились до того, что хлеб мы едим утром, и если белый, то вчерашний. Ну ладно. Да, ну можно серый. Опять же, никто не запрещает есть хлебцы, ну хотя на самом деле в них нет столько пользы, сколько им присваивают. Да, то есть если почитаете пачку этих хлебцов, то там калорий не меньше, чем в самом хлебе. Нормально, да? Да. Так, все. Что-то мы еще добавляем сюда? И мы добавим сюда зубчик чеснока. Опять же, мы все с ним сделаем по старой схеме, мы его разрезаем. То есть мы убираем сердцевинку? Удаляем сердцевинку, вот эту вот нам немножко. И, грубо говоря, закидываем. Не нужна ли будет нам плита? Нет. Все, это холодный суп, который мы вообще термически, считай, никак не обрабатываем. Да, мы давайте еще один такой чесночок туда кинем. Ой, классно. Помидоры и чеснок – отличное сочетание, тем более, если мы втаскиваем серединку, то никаких разрезать не будет. Все, и максимально мощно пробиваем. Все, пробиваем. Хватит? Да, и теперь потихонечку туда добавляем наш хлебушек. Видишь, оно дало такую мощную, сочную часть. А хлеб нам сейчас даст густоту. Я сейчас, знаешь, поняла, что мозг хозяйки современной ломается в этот момент. Потому что мы же привыкли. Я сейчас сварю суп, это как бы на 2 часа, да? А тут варим суп. И добавляем масло. Масла сюда пойдет немало. Здесь, что мы добиваемся, почему мы добавляем довольно-таки много масла. Кислота с помидорами, она эмульгируется вместе с маслом, и получится такая нежная текстура, как мои дознательные, когда готовят. Да. Так, все пробиваем. Давай посмотрим по соли. Все, проверяем соль, да? Сейчас проверяем соль. Мы его не солили, поэтому проверять тут нечего, надо просто посолить. Да. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть ложечку. Масла много, соли тоже, смотрите, немало. Вот, помидорки. Давай сюда добавим немножечко наших сухих тар. Угу. И где-то я видел черный перец у вас тут был. Черный перец, черный перец, черный перец. Вот, да, там. Такая вот. Все. Вот, отлично. Еще раз. Взбиваем соль. Взбиваем пикантность. Все. Я сварила суп. Молодец. Суп готов. И он уже охлажденный, да? Да. Так, все, теперь у нас только для подачи нужна тарелка. Для подачи нужна тарелка. Слушай, я поняла, что мы готовим с тобой идеальный прием пищи, так как горячее. Смотри, какое замечательное пищу. Ризотто. Класс. И испанцы что еще делают? Они добавляют туда яичко. Угу. То есть... И хамон. Яичко и хамон. Ага. Получается, до этого мы должны были всего лишь-то отварить яйца, остудить. И хамон. Добавим немножечко сюда. Парашют. Ну, можем порупить его. Ну, это сразу говорю, это не ПП, конечно, блюдо, но предупредим. Ну, как тебе сказать? Вот так, вот как скажи. Если ты съешь это просто на обед, и у тебя не будет второго, третьего и компота... То да, то все хорошо, да? Тогда тех калорий и тех витаминов тебе вполне хватит для того, чтобы продержаться до ужина. Слушай, а правда, что мы переедаем, потому что не выдерживаем время после одного блюда? Например, я вот съела бы это блюдо, и через буквально 10 минут наступает сытость, а я вот все это время ела, да? То есть я могла бы отойти из стола, да? Еще есть такая штучка, такая хитрая, называется нарушение пищевого поведения. То есть мы за все наши годы, мы привыкли, у нас уже первое, второе, третье. Мы не руководствуемся своими ощущениями, да? Мы не понимаем, что мы наелись, что нам достаточно дарелки густого супа или хотя бы второго. А вот это же не принято. Мы же ребенка тоже заставляем доедать до конца. Он говорит, я не хочу, он говорит, доедай. А еще самое страшное, это то, что мы вводим детям сладкое как похвалу. То есть мы за каждую его успехи мы даем что-то сладкое, покупаем сладкое или там пиццу, едем в рецепт. Это тоже очень сильно портит пищевое поведение. Ну что, у нас все готово. Готово, отлично. Ну, как всегда у нас весит. И финалим. Ну, не микрозелень, но... Любая зелень, она хороша и помогает еще и переработать то, что мы приготовили. Все, у нас с тобой Италия и Испания на одной, на одном столе. Да, на одном столе и в двух тарелках. Спасибо тебе большое, Саш, за те знания, которые ты нам даешь и за вкуснятину, которые приготовила. Приходи еще. Обязательно. А мы увидимся после рекламы. Модельный бизнес, концерты звезд и ассоциация спортивных мам. Кажется, эти три направления никак не связаны, но не для нее. Дарья Чудова считает, что заниматься нужно только тем, что приносит удовольствие. Кто из артистов удивил ее больше всего? Как организовала конкурс красоты, где нет конкуренции? И для чего работает акушерка? Дарья расскажет за чашкой чая. Даша, привет. Привет. Давай начнем с самого начала. Возможно, это начало, потому что твои сферы деятельности, их столько много, я в них иногда путаюсь, поэтому я всегда прошу рассказать, чем ты занимаешься сейчас. Модельный бизнес. Как ты туда попала и почему ты оттуда ушла? Ну, попала совершенно случайно, хотя мне было это интересно. То есть я увидела объявление, мне захотелось не столько быть моделью, сколько научиться изящно двигаться. И увидев объявление, придя на неправильный адрес, я встретила там правильного человека, который взял меня за руку и привел туда, куда нужно. В модельное агентство Анны Карпусь. Собственно, быстро, достаточно научилась всему. После этого мне немножко стало менее интересно, наиболее, больше интерес мне доставил уже работа с моделями. То есть я так стала преподавателем, а затем уже стала участвовать активно в организации проектов при участии модели. То есть я потихонечку, потихонечку росла, меня, безусловно, учили всему. И затем уже наступил какой-то период, когда и здесь мне стало тесно, мне захотелось пробовать что-то новое в других сферах, в частности в организации проектов. Так и стала заниматься уже концертами. Концертами крупных российских, зарубежных звезд. Огромный, получила колоссальный опыт, огромное удовольствие, потому что это масса людей, которые проходят, работают вместе с тобой. Это та работа, которая требует большой концентрации, мгновенных решений, дипломатии. И это действительно здорово. То есть такой большой-большой период в моей жизни. Сейчас это больше для меня увлечение. Ну, то есть ты сейчас от этого еще не отошла? Тебе в этом не тесно? Вот сейчас ты сказала фразу, что мне стало модельным бизнесом тесно, и я вот решила заняться. Пока еще ты не чувствуешь тесно себя в организации? Я в некотором смысле эгоист. Я работаю только там, где мне интересно. Я могу себе это позволить. Ну, я считаю, любой человек должен заниматься тем, той работой, которая приносит ему радость, удовлетворение, и в финансовом смысле тоже. И поэтому сейчас на данном этапе, безусловно, пандемия на это повлияла. Конечно, для меня это больше увлечение. Это хобби, от которого отказываться я не собираюсь, потому что я считаю, что у каждого человека должно быть свое хобби, которое у него хорошо, в общем, получается, и переносит радость также еще окружающим. Слушай, ну а вот если честно, тогда звезды шоу-бизнеса, которые с твоей помощью были привезены в Хабаровск, кто для тебя в хорошем смысле был открытием, а с кем бы ты больше никогда не работала? Ну давай по-честному, колись. Ну, компрометировать никакую звезду, конечно, я не буду, это не совсем этично, но кто действительно поразил, это Сергей Шнуров, потому что я ожидала с ужасом увидеть в аэропорту человека нетрезвого, небритого. Ну, я не знала, как с ним работать, честно. Я много чего читала, готовилась к этой встрече, и было для меня просто открытием, откровением, что это глубоко начитанный интеллектуальный человек, очень интеллектуально развитый, с кем приятно было очень общаться. Он очень хороший собеседник, прекрасный мужчина, который мог просто так тебя повезти гулять по городу и о чем-то с тобой разговаривать, и ты шел и не мог найти слова, потому что все на вас смотрят, и ты не знаешь, правильно ли ты в этот момент что-то говоришь. В общем, с ним было очень-очень-очень легко, потрясающий человек. Ну, про негатив не расскажешь, я поняла, да? Про негативный опыт. Ну, зачем? Ну, то есть бывают артисты такие, ладно, без фамилий, да? Которых ты бы не хотела больше никогда видеть. Ну, да, есть такое. Ну, на моей памяти только один такой артист. Но могу сказать, что благодаря Стасу Михайлову я вышла замуж. Так, ну, подробнее. Один из концертов, когда мы много раз проводили его концерт, и в очередной раз он приехал, он говорит, я не поняла, не понял, что давай, почему ты до сих пор не замужем. Он говорит, мне некогда. Он говорит, так, что в следующий раз, в следующем году я приехала, ты была замужем. Ну, так случилось. То есть я нашла возможность, мы с моим мужем решили как раз на тот момент еще с молодым человеком, с кем жили достаточно долго, мы решили пожениться. Ну, это было обоюдное решение, но оно как-то долго не получалось. Всегда тут там то денег не хватает, то что-то не к месту, а тут вот мне... он просто такую точку подвел под этим. Я решила, почему бы нет. На следующий год отчиталась. Отчиталась перед Стасом Михайловичем. Да, он говорит, молодец, теперь, пожалуйста, сына. И, в общем-то, так получилось, что через полтора-два года после этого концерта, этот концерт проводили другие уже организаторы, прекрасные. Но я должна была отчитаться, поэтому я приехала в гримерку, показала сына. Он говорит, молодец, теперь дочку. Ну, в общем, так теперь по сценарию все прекрасно. Поэтому я ему очень благодарна, он мне в этом плане помог решиться. Даша, ты у большинства хабаровских девушек, женщин ассоциируешься с такой, я назову ее, мамской движухой. Ты руководитель ассоциации спортивных мам. Ты создала конкурс красоты или обаяния, или как мы еще можем сказать? Миссис Гульча, очарование. Очарование, да, вот это слово ты подбираешь. Как так получилось, что ты повернулась совсем в другую сторону? Маградный миссис, организация концертов и вот так. Тот период как раз, когда у меня стала, ну, была такая пауза между сферами деятельности. В моей жизни встретились люди, которые как раз занимались больше вот этим направлением материнским. И мне вдруг стало любопытно, несмотря на то, что я никогда не была еще мамой до этого момента, мне стало интересно с этим движением попробовать. Так появился конкурс Миссис Будущая Мама, чему я очень рада. И с девочками, не моделями, беременными, которые, как всех, боятся в основном люди работать с беременными девочками, потому что они очень непредсказуемы. Я получала такое удовольствие. Да, конечно, были ряд моментов, когда человек только что с тобой разговаривал, смеялся через секунду, он плакал, потом он злился, потом снова смеялся. И какое-то, конечно, привыкание, адаптация тоже шла. Но было очень здорово. И даже не было, а есть сейчас. Потому что конкурс в 13 лет, вынужденный был перерыв в прошлом году, из-за пандемии в этом году тоже он состоится. И, слава богу, в какой-то момент, в 2015 году, я понимаю, что я тоже буду мамой. И в этот момент все изменилось. Потому что я вдруг поняла, чего они так плачут, смеются и злятся. И, конечно, этот год давался непросто мне. Но во многом он открыл новую интересную для меня сферу, уже мамскую, скажем так. Я увидела вдруг потребности мам, которые не закрыты у нас. Ни в стране, ни в городе, в частности, у нашем. И так появилась ассоциация спортивных мам, где можно мамам заниматься с детками вместе, приводить себя в форму. Мы тоже вместе с ассоциацией растем. Поэтому появилось еще направление у нас подготовки беременных девочек к родам. И в виде лекций, в виде занятий, самое главное, психологической поддержки. И восстановление после родов, которым этим направлением никто у нас не занимается. На Дальнем Востоке. В такой форме, в которой мы это делаем мы. Внедрение программы «Мягкие роды» на Дальнем Востоке. Программа «Мягкие роды» подразумевает роды, удобные, комфортные условия для мамы. Намеренно не называю ни женщиной, ни беременной. Это все равно мама, уже мама. В комфортных условиях, обязательно в индивидуальном родзале. То есть понятие в Москве общих родзалов уже давно не стоит. В этом плане, конечно, мы очень сильно отстаем. Более того, палата, в общем, не выглядит как палата. Это не больница. То есть она выглядит очень уютной. Она выглядит больше комнатой. Девочки принимают любое положение в родах, которые просят их тело. Это, безусловно, делается только с медицинской подачей. То есть там опытный доктор всегда есть, опытная акушерка. При необходимости есть дола, хотя это течение изначально я воспринимала в штыки. Но теперь я понимаю, для чего это нужно. Это большая, огромная психологическая поддержка для мамы в ходе родов. У нас ни один родильный дом не оснащен ваннами. Тоже кто-то посчитает это блажью, но доказано научно уже столетиями о том, что вода обезболивает. И первый период родов прекрасно переживается в ванной. Вовсе не обязательно там рожать. Ты сейчас рассказываешь про какой-то нереальный мир абсолютно для всех, кто живет на Дальнем Востоке. Каким образом это возможно внедрить? Ну, мне очень интересен опыт московских коллег. Мы с ними постоянно переписываемся. Я за безопасные роды, в первую очередь. И медицинский аспект должен быть, безусловно, высокого уровня. Московские коллеги сделали... Ну, не у всех, скажем, есть возможность построить свой частный дельный дом. Они сделали интересную коллаборацию с преднатальным центром, где, с одной стороны, обустроили палаты так, чтобы это было очень комфортно для мамы, а с другой стороны, обеспечили медицинскую поддержку работниками преднатального центра, включая при необходимости операционную. И получился такой частично коммерческий проект, частично краевой. Это называется программа «Мягкие роды». В общем-то, сейчас практически все родильные дома, практически все в Москве, такую программу имеют. А у нас в нынешних условиях это практически невозможно. Ну, сколько лет должно пройти, чтобы это стало возможным? Ты вот себе ставила какую-то там цифру, как вот тебе Стас Михайлов сказал, давай, через год, чтобы ты была замужем. Я думаю... Вот здесь вот как-то ты себе просчитываешь? Осознание того, что я действительно хочу внедрять эту программу, буквально пришло не так давно. И сроки мы еще не просчитывали, поэтому первое, что мы сейчас делаем, это будем работать с Министерством здравоохранения для того, чтобы узнать, насколько возможно это осуществить сейчас на тех ресурсах, которые есть. Если им какой-то возможности такой не появится, мы будем искать другой способ. Ты теперь еще и студентка. Да. Факультет... Акушерское дело. Акушерское дело, специальность, да? То есть ты учишься в медколледже. Да. Как ты на это решилась и зачем тебе еще это? Это была авантюра чистой воды, потому что я поняла, что... Я по-другому не могу назвать, но большинство моих решений в жизни было одновременно спонтанно, но в то же время выношено в долг. То есть ты когда об этом долго-долго думаешь, потом раз и решаешься. Здесь приблизительно то же самое. Когда ты понимаешь, что у тебя 1 сентября идти учиться, у тебя ребенок, семья, работа, и думаешь, как это все-таки возможно совместить, тут приходит на помощь мама, которая всегда говорила, что ваши дети только для вас, ко мне только в гости. Тут она говорит, дочь, учиться, я буду помогать. Действительно, папа с мамой здорово помогали. Сын пошел в детский сад, в общем-то. У меня случилась еще одна беременность. И это, конечно, целый квест, потому что сначала у меня была вынужденная травма, и я, чтобы не пропускать занятия, сначала в колледж шла на костылях. Беременная? Нет, не беременная. Сначала не беременная, потом сначала на костылях, потом с животом, потом уже с лялькой. То есть от тебя всего можно ожидать, да? Да, преподаватели уже каждый раз ждут, когда Дарья придет, и с чем же она придет снова. Вот изменилось твое отношение к медперсоналу после того, как... Да. Почему? Что ты там увидела такого, что тебя заставило по-другому взглянуть на весь процесс? Я увидела очень хорошую сторону и очень плохую. И они сейчас пока на равных у меня. И я понимаю, что с системой бороться очень тяжело, потому что хочется облегчить жизнь медицинским работникам. И хочется, чтобы пациенты перестали иметь потребительское отношение к медицинским работникам как к обслуге. А ты это увидела, да? Да. Я увидела и то, и другое. И с точки зрения, например... Ну, мы проходим сейчас практику, да, именно в больнице, да, и в больнице, и в родильном доме. В родильный дом, конечно, я приходила за радостью, за вот этими эмоциями. Девочкам мы помогали. Это все чудесно. Но вдруг я попала в больницу, вот в эти условия все. Я поняла, насколько сложно ребятам, кто работает там, и насколько сложно пациентам. И понимаю, что это, в принципе, практически не зависит ни от тех, ни от других. Это зависит напрямую от нашей системы здравоохранения Российской Федерации. Но какие-то маленькие тонкости я смогла тоже внедрить. Пока я перевозила, например, пациентов на операцию, люди, которые были ограничены в движениях, да, либо те, кто просто на какие-то процедуры ездил. Ожидая лифт, ты отворачиваешь их специально не к лифту, а к окну. И в этот момент они видят небо, солнце, они перестают бояться, они загадывают какие-то желания. И только в какой-то момент они начинают понимать, я чего это сделала. Благодарят. И после этого уже без страха идут на операцию, ты в этот момент с ними разговариваешь, вы обсуждаете погоду, природу, он это все видит. А большинство, конечно, поворачивают к лифту, и когда ты видишь эти серые лифты, эти двери, да, тебе становится еще страшнее, вот эта неизвестность, что с тобой будет. И пока я там работала все, на практике все эти дни, делала именно так. Мы прощались как с родными людьми с ними, когда я оттуда уходила со всеми, то есть я начинаю саморассказывать, понимая, что опять оттуда я уходила каждую смену с радостью того, что я иду своими ногами домой, к семье, а кто-то не может этого сделать. Ты планируешь практиковать вот как раз-таки то, чему ты сейчас учишься? Или это опять же учеба, которая потом служит для достижения какой-то уже другой цели, которую ты себе придумала? Конечно, да, и для того, чтобы... Я думаю, что это все будет параллельно, то есть чтобы время не было упущено. Я пытаюсь создать систему уже сейчас, но при этом, конечно, набирая знаний у преподавателей, которые в медицинском колледже читают вот эту медицинскую истину, которая должна быть. Слушай, ну, несколько практичных таких вопросов к тебе, как еще и к фитнес-тренеру. Можно ли беременным заниматься спортом? Если нет противопоказаний, в любом случае сначала нужно прийти к доктору, да, и есть определенные противопоказания, при которых активная физическая нагрузка запрещена. Но беременность – это не болезнь, заниматься можно и нужно. Первое, что говорят девочки, я себя чувствую живой. Я чувствую, что у меня есть мышцы, что я вдруг легче стала. Действительно так, потому что у тела в родах потребуется и выносливость, и сила, и дыхание, масса всего. А если ты ничем не занимался в родах, то во время беременности, точнее, то как пройдут роды, этому богу известно. А когда можно приступать к физическим занятиям после того, как ты стала мамой? Вот какой срок? Ну, после родов обычно должно пройти 8 недель, месяц или 8 недель, для того, чтобы вы сначала сходили к доктору. Доктор должен посмотреть, дать добро, все ли хорошо. Потом можно прийти к нам, проверить диастаз. Диастаз что такое? Расхождение мышц. Живота, да? Да. По белой линии там, получается. И наши специалисты могут это все увидеть, осмотреть, подобрать физическую нагрузку. Приходить, конечно, можно вместе с ребенком. Очень деликатно. Какой-то период времени мы тренируемся, восстанавливаемся, и затем уже занимаемся больше поддерживанием. То есть, да, у нас есть тоже как определенное оборудование для более силовой нагрузки. То есть, это не значит, что мы занимаемся только йогой или чем-то еще. А все-таки психоэмоциональное состояние девочки тоже требует иногда драйва хорошего. Мы позволяем делать то и другое. Ну, смотри, получается, что... Ну, вот есть цифры такие общепринятые, да, что если обошлось без операции, без Кесарева, то три месяца, и после этого можно идти в спортзал заниматься. А если Кесарева было, шесть месяцев. Это верные цифры? Очень все меняется. И сейчас сами врачи порой через два месяца буквально отправляют девочек, ну, разрешают физическую нагрузку. Все очень индивидуально. В любом случае, любая физнагрузка должна быть только через кабинет доктора, через его разрешение. Это очень важно. Даша, спасибо тебе большое за все, что ты делаешь. И пускай у тебя энергии хватает на все-все-все сферы, которые ты для себя выбрала. Спасибо большое. Это была программа «Открытая кухня». До встречи.